Между тем, курдские силы самообороны и представители умеренной оппозиции отбили атаку террористов на Алеппо. Уничтожено 70 боевиков, около сотни ранены. Режим перемирия действует в стране с 27 февраля. Однако после его начала во многих регионах страны, исламисты лишь усилили обстрелы жилых кварталов. С подробностями из Сирии. Алексей Баранов. Это кадры из-под Алеппо. Один из нескольких десятков беспилотных аппаратов российской армии ведёт наблюдение за позициями боевиков Джипхата Нусра. Здесь видны хорошо укреплённые огневые точки, сооружения для хранения боеприпасов и, самое главное, вертолёты. Судя по видео, полученному с российских беспилотников, вряд ли повреждённые. Все огневые точки, по оценкам специалистов, возведены профессионалами. Этот факт только подчёркивает нежелание террористов сдавать свои позиции, несмотря на совместные усилия России и США по установлению перемирия в Сирии. А между тем, российский координационный центр на авиабазе Хмимим продолжает свою круглосуточную работу. Одно из подразделений ополчения, принявших инициативу России и США о режиме прекращения огня, находится в провинции Хама. Его бойцы рассказывают нам, прощения террористам быть не может. «Сирия должна выстоять. Все эти люди, которые убивают наших родных, пришли из других стран. Мы обязаны победить это нашествие террористов, освободить свою землю». Ради кого? Видно по этим кадрам. Больницы тех сирийских сёл, которые освобождены от боевиков, уже возвращаются врачи. И рассказывают нам, при окончательном и полном обеспечении безопасности, готовы работать и там, где, благодаря России, война прекращается. Мы устали. Этот ужас длится почти пять лет. Гибнут все. Выжившие. Мы обязаны их спасать. Зачем нам это? За соблюдением режима прекращения огня наблюдают в том числе и беспилотные летательные аппараты российских военных. Огня со стороны тех отрядов, которые приняли перемирие, не зафиксировано. Обстрелы ведутся со стороны позиций, занимаемых боевиками ИГИЛ и Джипхата Нусры, которые, судя по всему, режим прекращения огня соблюдать не собираются. Перемещение боевой техники в окрестностях позиций террористов во время режима прекращения огня происходит непрерывно. А это самый пригород Алеппо. На этих кадрах, полученных с российского беспилотника, хорошо видно, как танк Джипхата Нусры наносит удары, судя по всему, по окраинам крупнейшего города Сирии. Вести Сирия